Музыка Всем привет! У нас птицы поют. Слышите? Весна, все цветет, дубы глухает. Надеюсь, что у кого еще не расцвело, скоро тоже все растет. Красота. Сегодня я немножечко хочу с вами поболтать отдыхаючи, рассказать вам интересное, возможно, кому-то это в жизни пригодится. Тем, кто летает на самолетах, возможно, это моя история пригодится. Мы часто летаем в Санкт-Петербург через разные страны, так как у нас прямого рейса из Штутгарта до Санкт-Петербурга нет. И нам приходится летать всевозможными компаниями через разные страны. В этот раз мы летели Люфтганзе через Мюнхен. Туда мы летели без приключений, а обратно у нас получилось небольшое такое приключение по вине Люфтганзе компании. У нас в оба конца эконом-класса билеты нам обошлись 600 евро. Туда-сюда на человека это получается в районе 300 евро. И вот когда мы летели обратно, туда мы летели все нормально, как я уже сказала, а обратно мы летели через Мюнхен. И наш первый самолет, который вылетал из Санкт-Петербурга, он у нас немножко задержался. Мы уже нервничали, что у нас слишком мало времени остается на пересадку между двумя самолетами. И когда мы прилетели, мы уже знали, что мы опоздали. Мы пришли на информационную и увидели... Кто тут ползает и прыгает? Интересно. И увидели, что наш самолет аннулирован. Мы пошли спрашивать, что же нам дальше делать. И на информационный мужчина сказал, что на сегодня самолетов уже нет. Мы в конечном итоге должны были в Штутгарт, учитывая пересадку, прибыть в районе 6 часов вечера. В результате того, что самолет, на котором мы должны были лететь, аннулирован, и других самолетов не предвидится, по каким-то причинам в этот день было много аннулированных самолетов, нам сказали, что мы вам можем предоставить только на следующий день рейс. Это значит, что нам бы оплатили гостиницу, если бы мы остались там переночевать, и предоставили бы билет на самолет нам на следующий день утром. Нас это не устраивало, нам нужно было на следующий день уже быть на работе, поэтому мы отказались от этого. И нам заменили этот билет на скоростной поезд, который идет из Мюнхена до Штутгарта. И мы, в принципе, согласились, несмотря на то, что нам пришлось какое-то время ждать и так далее. И в результате вместо шести часов вечера, а дома были бы в районе семи-восьми часов вечера, мы прибыли домой в районе пол первого ночи. Ну, как говорится, прибыли и слава богу, забыли и заснули, и дальше все у нас закрутилось, завертелось, и мы, в принципе, дальше стали жить ни о чем не думая. Ну, прошло пару месяцев с тех пор, и мы получаем письмо от компании, которая нам предлагает, сама предлагает, пишет, что вот вы летели тогда-то, тогда-то, и ваш самолет был аннулирован, не хотите ли вы получить за это деньги? Мы сначала не поняли, думали, что это какой-то развод, как это обычно бывает в электронном виде, там, что, чего, куда-то, может быть, деньги нужно будет отправить. Но потом, зайдя на их сайт, поняли, что эта компания занимается, у них юристы, они непосредственно этим и занимаются, тем, что они работают с Люфтганзой, наверное, может быть, и с другими компаниями, которые возвращают вот таким вот образом деньги за предоставленные пассажирам неудобства. Ну, как говорится, если человек, там был написан даже, что если, в принципе, согласны, что мы займемся вашими при этом, вы могли бы получить 500 евро, ну, на двоих компенсацию, или до 500 евро, как-то так, значит, если вы согласны, то наши услуги будут стоить 35%, и мы тогда займемся вашим вопросом. Ну, естественно, если человек знает законы, если человек юридически подкованный, он может сам связаться с Люфтганзой и всем этим заниматься. Это нужно знать, что выбивать, за что выбивать и так далее. А если нет, то это очень удобно, когда этим занимаются другие люди, и ты, в принципе, эти деньги уже для себя похоронил и забыл все неудобства, то есть тебе предоставили вроде бы билет, который тоже не дешевый на скоростной поезд, и ты, в принципе, не так уж надолго и задержался, ну, вот кто как, а тут тебе с него такой подарок. Естественно, мы согласились, они занялись, и очень быстро они писали, что это, там, вы терпением запаситесь, потому что это может быть 2-3 месяца. На самом деле это получилось очень быстро для нас, и в результате мы получили на руки 290 евро. То есть 35% с этих 500, они выбили 500 евро очень быстро с Люфтганзе, 35% они взяли за свои услуги, и еще плюс 19% были сняты налоги. Очень неудобно я здесь сижу, здесь велосипедисты ездят, ходят пожилые люди, здесь в горы вот так вот идет дорога, как я уже и раньше снимала здесь виноградники, здесь постоянно кто-то ходит, и вот эта вот скамейка, которую я заняла, мне даже стыдно, что я на ней сижу, только по той причине, что они все здесь садятся. То есть те же велосипедисты, которые в горы проехали, они вот так встают, и над душой, как говорится, и мне так неудобно, мне так стыдно, что я здесь сижу. Они видят, что я снимаю, они, если бы я не снимала, они бы подошли, бы сели и все. Но они видят, что я делаю съемки, и они вынуждены куда-то идти подниматься дальше. Там, если подняться дальше, можно найти скамейки. Но вот на протяжении какого-то времени это одна скамейка, где они привыкли отдыхать, и вдруг она занята, и вот каждый раз я себя чувствую очень неудобно в этом плане. Но в то же время скачите побежать куда-то еще с ней, я не знаю, потому что здесь везде, в принципе, частные какие-то дачки, и поэтому вот встать где-либо еще я не могу себе позволить. Этого я нагло сижу, доснимаю, а они дальше идут, едут или идут. Так что, ребята, вот такая вот ситуация. Если вдруг у вас будет такая же ситуация, что или отменен каким-то образом, аннулирован рейс, или еще какие-то такие вот непонятки с этим делом, то вы смело можете обратиться либо напрямую в компанию, если вы знаете все права и с ними биться, возможно, мы бы получили вот эти же 500 евро, и без 35, минус 19% налоги, они бы уже были бы наши. Но нам хватило и этого вполне, и мы рады и счастливы, потому что мы этим вообще не занимались, занимались полностью они, и сколько бы заплатили нам в этой ситуации, если бы мы сами занимались, я тоже не знаю. Для этого нужно быть юристом, грамотным, подкованным, зная все права и законы, и что за что требовать. А они в этом случае заинтересованы получить больше, потому что они имеют с этого свой процент. Поэтому вот так вот, ребята, если вас кого-то заинтересовало это, я вам, чтобы не подумали, что это какая-то реклама с моей стороны, что я там работаю или что-то помогаю рекламировать. Нет, 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 значит, я вообще рекламами не занимаюсь. Так я, если кого-то интересно это, я ссылочку, вы пишите, я вам в личку или как, пришлю эту ссылочку на эту компанию, и вы посмотрите. Так что это проверено уже нами, можно использовать. Мы тоже, кстати, не доверяя вот так вот таким вот вещам, мы сначала прочитали на всяких форумах, что пишут, какие отзывы пишут об этом, все остались довольны, и мы тогда уже обратились к ним. И что я хочу сказать, деньги они за свои услуги взяли только тогда, когда они получили. То есть вы подписываете бумагу и посылаете им, что вы доверяете им все. И вот они потом отчет присылают, сколько они получили с люфтганцы, сколько процентов они себе забрали, и какой процент составляет нам руки. Это они все читали, и есть телефон, вы можете позвонить, они в письмах это все указывают, что если у вас будут вопросы какие-то, или вы можете написать, или вы можете позвонить, если вас что-то там не устраивает. Но у меня, может быть, что-то где-то был, какой-то вопрос, и то я не стала его задавать, потому что где-то на сайте я прочитала, что они берут 25% за свои услуги. Но в данном случае они взяли 35%, может быть, я где-то что-то не так поняла, или не так прочитала. Мне почему-то казалось, что 25% я читала точно, что они берут 20%. Но это все, как говорится, мелочи. Я еще раз повторяю, мы на них не рассчитывали. А что касается, почему я не хочу давать ссылочку на рекламу, это вот в последнее время, знаете, очень много как-то рекламы пошло, завуалированной, я бы сказала, на ютубе, что мне не нравится. Знаете, я даже одного блогера, приблизительно моего возраста, не приблизительно, а практически на его возраст, стала смотреть. Мне она очень, женщина, приятная, понравилась, все. И потом я увидела у нее в прямом эфире о том, что люди просто на нее наехали по полной программе, о том, что она рекламирует какие-то предметы, будем так говорить, те же какие-то вещи, совершенно не говоря об этом, что это является рекламой, что ей дали на обзор. Она просто рекламировала это как свои покупки. Я считаю, что это огромнейшая, огромнейшая ошибка. Ну, во-первых, она там не выдержала и начала очень ругаться, и она ее дочка по этому поводу, о том, что вот, да, вы еще хотите сказать, что я не должна ехать по путевке, которую мне предоставили там в четырехзвездочном отеле, там не жить, там, не помню, Греции или какая там страна, я уже не помню, честно говоря. Ну, вот так вот она ее это задела. Ну, вы понимаете, вот я с вами сейчас точку зрения хочу сказать по этому поводу. Мне никто, к счастью, наверное, не предлагал никогда в жизни ничего рекламировать. Я не знаю уж почему, ну, может быть, потому что у меня мало подписчиков на канале, может быть, просто я, не знаю, ну, никто никогда в жизни мне не предлагал. И я иногда смотрю, с меньшим количеством подписчиков предлагают, но мне нет. Ну, я что хочу сказать, я бы обязательно, если вдруг, ну, мне кто-то что-то предложил на обзор, я бы, конечно, прежде всего сказала, что ребята это мне прислали на обзор. И уж точно бы я не стала там как-то придумывать, что вот я купила, ой, какая хорошая штука, вот я вам даю ссылку, ну, замечательная штука. Я бы уж, конечно, этого делать не стала. Я просто бы сказала, что вот прислали на обзор, и вот вижу сама в этом вот такие-то плюсы, вот такие-то минусы. А уж вам решать, покупать, не покупать. Ведь мы приходим в магазин за какой-то вещью, там обязательно нам точно так же втюхивают, или как еще иначе сказать, пытаются продать какую-то вещь. Тот же самый продавец, он сидит на проценте от проданных вот этих вот вещей. Естественно, он получает свой процент за каждую проданную вещь, да? Ну, как правило, так. Так вот, продавец это точно так же заинтересован. Но я, придя в магазин, я умом прекрасно понимаю, что мне втюхивают. И если я это дело беру, если я это дело, какую-то вещь покупаю, то значит этот продавец сумел меня убедить в том, что это действительно вещь мне подходит, нужная и так далее. Это уже заслуга этого продавца. Точно так же и ютюб, точно так же. То есть вот эта женщина, она в качестве продавца выступает, раз ей на обзор дают какие-то предметы, то она точно так же, она должна сказать, ребята, я продавец данного предмета. Ну, это будет без обмана. Хотите покупать, хотите не покупать, это уже ваше право, вы платите за это деньги. Но я вам хочу сказать, что преимущество вот в том-то, в том-то, в том-то, в том-то. Но я заметила недостатки в том-то, в том-то, в том-то. Наверное, это было бы честнее. И тогда не было вот в прямом эфире вот такой вот ругань и вот таких вот взрывов эмоций со всех сторон. И с той стороны, и с этой стороны, что я обратила внимание. Поэтому я еще раз говорю, я не даю вам ссылочки вот на эту компанию, чтобы не подумали, что я каким-то образом ее рекламирую. Боже упаси. Но если вдруг у кого-то возникнет интерес, я дам ее, пожалуйста. Мне не жалко, как говорится. Я сама просто теперь уже буду знать. Я не знала этого. Просто не знала. И теперь я буду знать, что такая компания есть, которая меня, так сказать, лишит всевозможных писем, каких-то там заполнений бумаг и так далее. Вот все, что я вам, в общем-то, хотела сказать. А еще, ребят, раз уж мы коснулись этой женщины, про которую я сейчас говорила, этого блогера, я не знаю, как умудряются блогеры раскрутиться буквально там за несколько месяцев. Это я не представляю. Потому что я знаю очень многих и общаюсь уже 2-3 года на Ютьюбе с блогерами своего возраста или своих каких-то одинаковых взглядов на жизнь. Я с ними общаюсь, у них свои есть каналы, и я вижу, что не могут они так быстро развиться. А здесь человек открыл в сентябре месяце 2016 года, только открыл свой канал. Каким образом у этого блогера 23 или 24, я уж не знаю, тысячи подписчиков оказалось, постоянно снимают телевидение, приезжают разные каналы. И каким-то образом они и узнали, понимаете, для того, чтобы телевидение приехало тебя снимать дома, и ты даешь где-то там интервью, там на радио, на телевидении, там где угодно, в СМИ. А тебе должны узнать. Ну вот каким образом это получается, как умудряется этот человек при этом, по-моему, говорит, что ничего для этого не делает, знаете, я не знаю. Для меня это загадка. Потому что очень, я знаю, много каналов, которые заслуживают внимания. Я пытаюсь, вот если я такие каналы нахожу, я о них пытаюсь рассказать. Потому что, ну, очень много вот так вот, знаете, я же многого не знаю. Я тоже прошу мне подсказать какой-то канал, потому что вот узнать как-то просто так невозможно. Здесь же я все время вижу этот канал в рекомендованных. Я не знаю, каким образом, может быть, потому что схожие такие вот тематики сейчас YouTube, как-то я так слышала, рекомендует или возрастного такого. Не знаю. Ну, во всяком случае, постоянно я. Хочешь, не хочешь, а в рекомендованных я этот канал вижу. Вот если кто-то что-то по этому поводу думает, может быть, мне ответит, потому что для меня это, честно говоря, загадка. Я могу сказать, что я не пытаюсь раскрутить свой канал или чтобы ко мне там кто-то приезжал, снимал меня на телевидении или каким-то образом, боже упаси, не хочу. Просто здесь совсем другая история. Я живу в другой стране, и мне это не нужно совершенно. Это первое. Второе, я не настолько публичный человек, поэтому я снимаю нечасто. Я, если бы это хотела, я, может, снимала каждый день, чтобы ко мне люди привыкали уже и подсаживались на мой канал. А я нет. Я снимаю нечасто. И, ну вот, захотелось мне сняла. Не захотелось. У меня же жизнь, понимаете, течет, бурлит, будем так говорить. И я должна жить, а не только посвящать свою жизнь именно вот каналу своему. Ну, у меня такое вот отношение к своему каналу не сильно, не сильно серьезное, будем так говорить. Потому что мне даже партнерка говорила. Я сейчас уже ушла от партнерки. Слава богу. Потому что партнерка мне всегда говорила, что я это делаю не так, или что делаю не так. А я все равно не так, как говорят. Но если бы я хотела, я бы уже давно что-то исправила. Ну, я, видно, такой человек ленивый. Вот, кстати, Инстаграм. Уже год лежит у меня телефон, специально подаренный для того, чтобы я... Ну, телефон, он же считайте, как компьютер, да? Чтобы я этот Инстаграм. А я даже не вообще. Вот у меня заведен этот канал Инстаграма. Кто-то там ко мне подписывается. Но я вообще настолько вот от этого далека. То есть надо сесть просто, что-то туда выкладывать, что-то, наверное, писать. А я ничего не делаю абсолютно. Вот он у меня заведен и заведен. Кто-то подписался, даже не знаю, как вообще, что там дальше делать. Или прямую трансляцию. Тоже вроде бы как надо разобраться с этим делом. Давно хочу. Вот, может быть, попробую. Вот прямую трансляцию мне как-то хочется вот такой вот сделать. Со своими же зрителями. Какой-то разговорчик такой напрямую. Они, может быть, мне что-то зададут, какие-то вопросы. А я, может быть, приотвечаю тоже. Посмотрим, если получится. Потому что там тоже надо сесть, разобраться, куда что натыкать, чтобы выйти в прямой эфир. Я даже не знаю, через какую камеру это все снимается. То есть через этот же телефон надо снимать. Или через iPad. Или через веб-камеру, которая там прискать. Не знаю вообще, ребята. Не знаю. Надо разобраться. Если получится, то получится. Всем спасибо большое. Не буду уже я дальше ничего болтать. Потому что, ну, пускай народ отдыхает на этой скамеечке. А я побегу дальше. Тоже. Ну, погода сказочная. Птицы поют. Все вообще цветет, благоухает, пахнет. Кстати, представляете, завтра проходит праздник Миндаля. Но он немножко далековато от нас. Это 170 километров в один конец. А может даже больше. В общем, в районе Франкфурта туда, по-моему. Городишко такой маленький, который проводит цветущего Миндаля праздник. Очень хотелось попасть, но все-таки 400 километров в воскресенье туда-сюда кататься не очень хочется. Ребята, кто знает, это желтый чебушник или нет? Вот уже два года. Что-то, по-моему, писали в прошлом году, я спрашивала. Я уже забыла. Или это как-то по-другому называется? Кто в Германии живет, точно знает. Очень красиво, желтая вот сейчас вообще. Сказка. Я, кстати, там белочку видела. Красивую, рыжую, обалденную бегала. Но я не смогла ее заснять. Она уже убежала. Быстро бегает. Все, пошла, я соберу чьимшу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok